Воробей Ибн Гор Коммунизм это не зло, просто его преподали и осуществили извращенным способом. И так было всегда при любом режиме, всему мешает звериная сущность общества и толпы. Коммунизм не зло, его преподали, осуществили извращенным способом. Так, ну вот как? Отрезать головы не зло, их просто преподносят извращенным способом. И как вас понять? Выгонять людей, раскулачивать на мороз, это не зло, его пропадали. Классовая борьба не зло, это преподали. Ну вот как? Классовая борьба, если вы боретесь, отбираете собственность у других людей. Вот люди, отбирающие собственность у других людей, люди, борющиеся с частной собственностью. Вот когда борются люди с частной собственностью, они борются с благополучием. Вот частная собственность у человека – это благополучие. Вот на человеке кофточка, там штанишки – это частная собственность. Там телефончик какой-то, машинка – это частная собственность. Вот это называется благополучие. Там домик есть, где человек немежный – это частная собственность. В большинстве случаев или в ряде случаев должна быть частная собственность человека. У человека должен быть собственный дом. Если кто-то борется с вашей частной собственностью, это не зло, это печалька. Нет рационального способа оправдать коммунистическую форму собственности и запрет на частную форму собственности. Часть подрастающего поколения, они думают, что при коммунизме частная собственность не была запрещена. Она была в общей своей массе запрещена. Были там такие маленькие фрагменты частной собственности, которые можно. Если тебе дали кусок поля, ты на нем вырастил картошку, это была твоя частная собственность. Вот картошка, это была твоя частная собственность, и ты мог ее, не платя налогов, использовать, мог ее продать. Это была твоя частная собственность. Но если бы ты съел большие поля картошкой, тебе бы этого уже нельзя было делать. Но из-за того, что у тебя был кусок, и ты съел, да? У нас единственное, что в Советском Союзе было в достатке, было прям в достатке, в достатке, это была картошка. У каждого человека, кто ее садил. Остального не было. А остальные были такие разворовываемые ресурсы. Вот в деревне почти у каждого человека была куча зерна, чтобы курочек кормить. Потому что была часть разворованного зерна с колхозных полей. Поэтому курочек все вот так вот кормили, нормально сыпали. А частным способом сеять зерно было запрещено. Иметь свой комбайн было запрещено. Средства производства были запрещены. Просто знайте историю, учите как... Ну, вам это уже... В учебниках об этом, о таких мелочах не пишут. Кто вам будет писать об этом? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Краткое содержание предыдущих серий. 21 век. Минго. Земля окружена бомрами. Академию наук захватили дуры. По всебесно плачут детишки. И вот самая чрева спускается русский физик и протыкает селедку. Академия наук втупляет. Мы спасаем, от бобров спасаем. Разнеси благую весть по интернету.